В Челябинской области Сосновский районный суд приговорил к различным, однако условным срокам, трех экоактивистов, выступавших против строительства Томинского меднорудного горнобогатительного комбината. Общественников признали виновными в покушении на хулиганство и умышленном уничтожении чужого имущества. Двое из осужденных активистов так называемого движения СтопГОК считают, что стали жертвами провокации, устроенной силовиками с помощью своего агента, третьего из осужденных накануне экоактивистов. Движение СтопГОК образовалось в Челябинске около пяти лет назад, когда русская медная компания объявила о планах разработки месторождения медной руды в районе поселка Томинского, найденного геологами еще полвека назад. Поскольку Челябинская область является крайне неблагополучной в экологическом плане, на ее территории находится и прокоптивший своими домами все вокруг Магнитогорский металлургический комбинат, и Карабашский медиплавильный завод, создавший вокруг себя едва ли не самое страшное в мире техногенно-неблагополучное пятно, и целый ряд ядерных производств, крупнейший из которых расположенный в городе Озерск, в результате серьезной аварии в 1957 году оставила длиннющий восточно-уральский радиоактивный след. На этом фоне опасность получения рядом с самим областным центром еще одного грязного производства вызвала серьезное беспокойство челябинцев. Организованные СтопГОКом митинги собирали тысячи протестующих, и в итоге привели к тому, что вопросы экологии стали едва ли не важнейшими в повестке областных властей. Проблема строительства Томинского ГОКа дошла и до президента России, благодаря чему русская медная компания была вынуждена инвестировать в этот проект дополнительно несколько миллиардов рублей, чтобы сделать его показательно безопасным. Но события, легшие в основу уголовного дела, произошли еще три с половиной года назад, когда конфликт вокруг будущего ГОКа носил локальный характер. В ночь с 10 на 11 сентября 2017 года два экоактивиста, Гамиль Асатулин, сопредседатель местного отделения Касеновской партии Парнас, и некий Евгений Медведев, житель города Коркино, на такси приехали к стройплощадке будущего ГОКа, развесили на ограждающей площадку сетки ЕГОЗа два протестных баннера, затем вошли на территорию и облили легковоспламеняющейся жидкостью складированные там бревна. Устроить пожар им помешали собровцы, знавшие о готовящейся диверсии и сидевшие в засаде. Одному из поджигателей Медведеву тогда удалось скрыться, а второй из Асатулин попытался отстреливаться от правоохранителей газовым пистолетом, заряженным шумовыми патронами. Позже, когда полицейские задержали сбежавшего с места преступления Медведева, у него изъяли аудиозаписи разговоров, в ходе которых планировалась эта диверсия. Благодаря этим записям обвинение удалось предъявить и третьему экоактивисту, лидеру движения СтопГОК Вячеславу Московцу, принимавшему участие в планировании этой акции. Как утверждает московец, у него и у его соратников никогда не было намерений использовать экстремистские приемы в борьбе с ГОКом. Но внедренный в их круг Медведев сам предложил, сам спланировал, сам заранее спрятал на территории стройки легковоспламеняющуюся жидкость и вовлек их в эту авантюру. Он же, видимо, и предупредил силовиков о готовящейся акции, передав им тайно сделанные записи разговоров с экоактивистами. Сам Медведев эти обвинения отрицал. Однако при решении судьи Асхата Закирова действительно получил наименьший срок из троих – полтора года. Его напарника Сатулин – три года, а лидер СтопГОКа Московец – два года. Все сроки условны, без реального лишения свободы, однако судимость лишает ее обладателей права на участие в каких-либо выборах. Осужденные, во всяком случае двое из них, считающие себя жертвами провокации, уже заявили, что будут обжаловать это решение. Что же касается Томинского ГОКа, то он фактически уже начал свою работу. После выхода его на проектную мощность, его производительность должна составить 28 миллионов тонн руды в год. Таким образом, он обещает стать крупнейшим новым обогатительным комбинатом на всем постсоветском пространстве. Кроме меди, здесь планируется добывать золото и серебро. Хорошо известный екатеринбуржцам по работе в фонде «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, являющийся сейчас исполнительным директором Челябинской региональной общественной экологической организации «Антисмог» и также выступающий за улучшение экологии Южного Урала, осуждает экстремистские методы борьбы, использовавшиеся с ТОПГОКом, однако признает, что общественная огласка проблемы помогла решению многих серьезных задач. Так, внесенные в проект строительства ГОКа изменения, сняли другую экологическую проблему эндогенных пожаров в Коркинском карьере, самой большой в Европе заброшенной открытой угольной яме, год за годом травившей угарным газом жителей как Копейска, так и Челябинска. Разрабатывая Томинский карьер, РМК построила 14-километровый так называемый пульпопровод, призванный перекачивать хвосты, то есть отходы Томинского карьера, в бывший угольный разрез. Предполагается, что это решение позволит не только избежать создания наземных хвостохранилищ, но и потушить очаги природных пожаров в Коркино. Кроме того, для обогащения медной руды РМК пообещала отказаться от использования серной кислоты, заменив ее более экологичной технологией. Ставя РМК в пример, губернатор Челябинской области Текслер сегодня подписывает соглашение и с другими промышленниками, призывая их брать экологические обязательства, значительно превышающие требования, рекламентированные законом.